Друзья, рады представить сегодня у нас в гостях кандидат мэра города Николаева Александр Сынкевич. Здравствуйте! Приветствую вас! Спасибо вам, что нашли время в таком плотном графике. Спасибо вам за приглашение. Сегодня хотелось бы провести нашу беседу в таком ключе, для того, чтобы расстрелить вас как человека, для того, чтобы рассказать нашим зрителям о ваших увлечениях. Вот, в частности, у нас есть информация, что вы в студенческие годы были одним из вокалистов рок-группы The Naturals. Стиль группы характеризовали как стиль, который не вписывался в точные и конкретные определения. Это альтернативная музыка с этническими элементами, речитативом и диджейскими импровизациями. Расскажите об этом поподробнее. Действительно, где-то на втором курсе мы начали играть в рок-группе, и в этой рок-группе я выступал в роли вокалиста, немножко ритм-гитары. Но это были, наверное, самые лучшие годы в моей жизни, когда творчество перло просто из меня и из тех ребят, которые играли вместе с нами в группе. Было очень интересно. Университетские годы, наверное, запомнились. Это, наверное, самый крутой такой яркий отпечаток, это как раз участие в этой группе. Мы участвовали в концертах, мы даже были среди призеров фестиваля «Инши вымер», который проходил в городе Луцке. Мы записывали три песни вместе с другими командами, которые победили. Мы принимали участие и в таврийских играх на малой сцене, и в других кучах огромного количества фестивалей. Но это было действительно классно, потому что мы в каком-то смысле тогда породнились с этими ребятами и до сих пор дружим. Скажите, вот у вас сейчас безумно загруженный график. Хватает ли время на музыку, на личные увлечения, на хобби? К сожалению, нет. Мне не хватает времени не то чтобы на музыку, на хобби. Мне не хватает времени на то, чтобы даже пообщаться с моими любимыми людьми, с моей семьей. Поэтому в любое свободное время, которое у меня есть, я стараюсь провести со своими родными. В частности, с моими детьми, у меня их двое. Это Маша ей 5 лет, Максику 2 года и с моей любимой женой Катериной. Поэтому если у меня есть свободное время, то я хочу его и пытаюсь провести с семьей. А вот если, кстати, говорить о семье, приучаете ли вы своих детей к музыке? Ну, интересно. То, что мы слушаем дома хорошую музыку, качественную, в том числе и классическую иногда, и разного рода, там, и в том числе и Высоцкого даже. И я считаю, что это формирует их музыкальный вкус. Но отправлять на музыку, мне кажется, еще рано их. Маша занимается, в частности, гимнастикой. Как Вы считаете, какую роль все-таки родители в роли своих детей должны сыграть? Должны ли они помочь выбрать хобби или дети должны все-таки определиться сами? Я думаю, что родители должны почувствовать, что их дети чувствуют какую-то тягу к тому или иному, к спорту, к музыке, к художеству, к какому-то творчеству, чтобы рисовать они хотят. И должны их, не должны подталкивать их, но должны им немножко помогать, направить в какое-то русло, в какую-то секцию, чтобы они могли там заниматься. И что, в принципе, делают, пытаюсь сделать я. Но ни в коем случае не насаждать. Вы сказали о том, что Вы давали предпочтение рок-музыке. Правильно ли утверждение, что у нас будет мэр-рокер? Ну, как сказать? Мэр будет управленец, мэр будет хозяйственник, мэр будет человек, который переживает и любит свой город. Но рокер, сомневаюсь, я уже давно не рокер. И желание, которое, ну, скажем, желание стать рок-звездой, оно уже, наверное, атрофировалось. И сейчас у меня желание организовать комфорт вокруг себя, вокруг своей семьи, вокруг наших любимых горожан. Но знаете, ведь музыка, вот в частности рок-музыка, она образует в человеке определенный стержень, который сохраняется с ним на протяжении всей жизни. Как Вы считаете, стержень, который образовался у Вас, помогает ли он Вам в жизни? Да, думаю, помогает. И на самом деле рок, он, наверное, воспитывает характер, да, то есть не попса, но рок. И какое-то, конечно же, какое-то влияние он произвел на, в том числе и на формирование моего характера. Наверное, больше такой, знаете, рык. И какая-то там, ну, скажем, наверное, жажда бороться и жажда достигать поставленных целей. Вы знаете, сегодняшняя наша передача посвящена теме танцев. Вот. И безумно интересно узнать у Вас. Говорят, что танцуют все. Танцуете ли Вы? Ну, как сказать, конечно же, танцую. Конечно же, танцую. Иногда танцую на кухне, когда там помогаю что-то готовить. Иногда танцую со своей дочерью, когда у нас хорошее настроение. Танцую, ну, конечно же, танцую. Ну, так, чтобы профессионально я никогда не занимался танцами. Я не стесняюсь, многие люди стесняются того, что они танцуют. Как-то так, не, скажем, по-профессиональному. Я танцую, когда я танцую, я просто получаю от этого наслаждение. Или если это какие-то танцы с партнером, с моей женой, то я тоже от этого получаю просто удовольствие. И в каком-то смысле мне даже все равно, как это выглядит со стороны. А утверждение, что вот мужчины не танцуют? Ну, не знаю, но это, наверное, какие-то стесняющиеся мужчины. То есть, в принципе, танец, он все-таки раскрепощает и делает мужчину мужчиной. То есть, никуда мужественность не девается. Конечно. Это всегда было. Вот вспомните, я помню любые фильмы во время Второй мировой войны, когда танцуют те солдаты, те мужики, которые защищают только что. Они защищали родину, вылезли из окопов, приехали девчата, и они танцуют. Разве можно сказать после этого, что мужики не танцуют? Безусловно, нет. Отлично танцуют. Ну, как уже танцуют, это уже другой вопрос. Вы одна из ярких личностей города Николаева, которая поддерживает молодежь. Как вы считаете, какой все-таки поддержки не хватает николаевской молодежи? Ну, я скажу, что я сам себя еще причисляю к молодежи. Мне 33 года, и в конце концов, я еще не так стар, как выгляжу. Конечно, жизнь потрепала меня, но я до сих пор чувствую себя молодым. Я думаю, что многие люди чувствуют себя молодым и в возрасте там, и 60 лет, и 80 лет. Но молодежь действительно нам не хватает, в Николаеве не хватает фестивальной культуры. В Николаеве не хватает таких креативных мест, где можно отдохнуть, где можно как-то расслабиться, пообщаться в кругу единомышленников. Я знаю, что такие люди, как Ролайн Байразян и Женя Дулько, пытаются, арт-оптимисты, пытаются это все сделать в нашем городе. И это очень радует меня, и я собираюсь, я планирую, и мы сейчас продолжаем данные инициативы, потому что считаю, что молодежь нужна, чтобы оставалась у нас в городе. Потому что, когда уедет молодежь, во-первых, у нас город не будет развиваться, а во-вторых, старики и взрослые люди просто останутся без внимания в одиночестве. Поэтому молодежь нужно удерживать любыми способами в нашем городе. А с другой стороны, я считаю, что молодежь необходимо спросить, что вам надо, друзья, чего вы хотите. И, конечно, у них будет такая возможность в том числе обратиться ко мне и через Facebook, и через социальные сети, и через сайт обращений мэру, который я планирую внедрить. Вы знаете, вот для многих является проблема мотивации. Человек не знает, чем смотивировать. Вы, как человек, который достиг определенного успеха, скажите, что мотивирует вас? В чем секрет вашего успеха? Наверное, моя основная мотивация – это моя семья. Скажу честно, что для начала, наверное, в начале была основная мотивация – это деньги, когда я начинал работать. Потом, наверное, это стала моя жена, потому что мы с ней познакомились на втором курсе. Точнее, я ее заприметил еще на первом. Но хотелось ее сводить в кино, подарить ей подарок, сделать какой-то приятный сюрприз. И нужно было зарабатывать деньги. И тогда я уже начал думать, задумываться о том, как я спланирую свою жизнь, где, куда я пойду работать, кем я стану, и как я буду достигать тех поставленных целей, чтобы обеспечить ее комфорт, чтобы обеспечить, ну, скажем, ее радость. Сейчас у меня двое детей, у меня семья. И я считаю, что вот то, что вокруг них находится, должно стать для меня мотивацией. То есть мотивация стала для меня улучшить то, что сейчас плохо. Ну, вот как-то так. Но, насколько я понимаю, также имеет значение план, который ты составляешь на свою грядущую жизнь, на сегодняшнее положение дел? Обязательно. Ну, в любом случае, когда человек планирует свою жизнь, я всегда рекомендую при встрече с студентами, при встрече с молодежью, я рекомендую пользоваться инструментами компас и часы. Компас – это то, что у нас впереди, как я вижу себя. Это должно быть чуть-чуть так, ну, скажем, немножко мечта, но достижимая. Потому что если вы не достигаете своей мечты, вы становитесь, чувствуете себя неудачником. Поэтому это должно быть что-то такое, во что ты веришь, и что реально достижимо, но немножко фантастично. И часы – это время, сколько ты себе даёшь на то, чтобы достичь это. Потому что если всё время достигнаться за чем-то и не достигать этого, так можно всю жизнь быть мотивированным на достижение недостижимого и не успеть. Чего вы пожелаете нашим телезрителям, которые сегодня нас посмотрят? И я уверен, что наверняка уже вы многих заразили идеей саморазвития. Какой экспертный совет сегодня вы им дадите? Ну, наверное, хотел бы обратиться к телезрителям и сказать им, что верьте в себя, верьте в своё будущее, ставьте цели, точнее мечтайте, превращайте мечты в цели и достигайте их. И у вас обязательно всё получится. Не забывайте, что ваше будущее начинается именно с вас. С вашего решения, с вашего голоса. Хотите изменений? Станьте этим изменением. Ну что ж, а в свою очередь я хочу вам сказать спасибо за сегодняшнее интервью. Было безумно приятно с вами пообщаться. Спасибо. От всего коллектива студии 512 в городе 512 хотелось бы сказать, что, друзья, давайте 15 ноября проведём время с пользой и сделаем правильный выбор. Спасибо.